А спонсор сегодняшнего ролика это сервер дискорде Embronia, то самое место, где вы сможете поучаствовать в мультиплеерных партиях по Хойке. Также здесь есть отдельная категория серверов Майна, я знаю, что многие из вас его любят, и здесь вы сможете поиграть не одни, а с другими людьми. Также есть текстовые, ролевые и военно-политические игры. Для кого-то это будет новинка, а кто-то матерый может уже зайти туда и показать свой скилл. Если же вас не сильно интересуют сами игры, то вы здесь найдете приятное общение и отзывчивое руководство, так что хорошо проведете свое время за приятным общением. И отдельно обратите внимание на разнообразные события и ивенты, в том числе с призами, которые проводятся на сервере. Кто знает, вдруг именно вам повезет что-нибудь выиграть. А так, все ссылки в описании, переходите, зацените, участвуйте в сетевых кампаниях, партиях, общайтесь и весело проводите свое время. Здорово, котины, и сегодня у нас Хойка с Айронменом, обычная версия, без всяких модов, и сыграем мы с вами за Чехословакию. С великой и интересной идеей сделать Австро-Венгрию из Чехословакии. Но не обычную Австро-Венгрию, а коммунистическую. Мы пойдем по коммунизму и вместе с советами сделаем великую Австро-Венгерскую империю, как бы это ни было странно, да, монархо-коммунизм. Разгромим ось и покажем всему миру силу братского альянса. 36-й год, исторический режим, чтобы не было никаких поблажек с немцами, которые рано или поздно придут за нашими судетами. Ну и прям сразу же за Чехословакию я беру политический курс и буду идти в левый выбор, чтобы как можно быстрее поддержку коммунизма увеличивать. Когда-то давным-давно у меня был ролик, где я случайно сделал Австро-Венгрию за Чехословакию, но на сей раз это прям наша основная цель. Ибо Австро-Венгрия была по-своему мощная империя, но чего там не хватало? Правильно, единство. А мы принесем единство и братство всех людей. В новой Австро-Венгрии, у которой, кстати, будет свое особое название и свой флаг, так как мы будем коммунистами. А вот такая вот у нас идея на ролик, надеюсь она вам понравится. Желаю приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее. Ну и конечно же, кому-то еще желаю приятного аппетита и чаепития. Погнали! В мае 36-го берем коммунистического советника, раньше он был недоступен, пока ты левые выборы не возьмешь. Но чтобы двигаться дальше, да, нам нужна определенная поддержка, опять же, партия. Видишь, нам открытие политических дебатов сделали, можно через подготовку гражданки, можно через запрет фашизма того же самого действовать. Мы сейчас подкопим и будем это делать. Ну а пока немножечко займемся улучшением нашей армии и получением дополнительной политки. Чтобы побыстрее собрать свой уникальный кабинет министров, советники, здесь есть хорошее военное командование, надо, чтобы опыты армии рос. Взял стратегические решения, ну и давайте. Разжигание гражданки. Все, гражданка началась. На нашей стороне Чехия, на их стороне Словакия. Просто побыстрее, чтобы перейти уже в нужную партию, долго не тянуть. Политку как раз отсюда мы использовали на это дело. Ну и теперь нам надо просто поддержки коммунистов дожидаться, 20% наберется достаточно быстро и главное мы уже коммунисты и можем оправдывать в будущем цели. Правда мы до сих пор демократами считаемся, что немного странно, но видимо это пока гражданка не закончилась. Давайте сразу же обучим несколько кавалерий, пехотки побольше и благодаря этому победим. И Ишка, если что, без армии он тоже будет ее с нуля обучать, поэтому мы только 20% дожидаемся и сразу же идем в захват. Но сейчас просто дожидаемся 20%, чтобы развернуть дивизию и все. На удивление пехота намного быстрее, кавалерия была готова и сразу же ее отправляем в бой, чтобы не затягивать. Генералов у нас особых нет, но ничего, сами повысим. Сразу же ставим здесь агрессивный план, прорываться им к победе. Сейчас столицу заберем их и все. По сути гражданка уже почти выиграна. О, армию первую выставил, но его это не спасло. Все, победа. 25 августа 1936 года, мы наконец-таки нормальная Чехословакия. И давайте сразу же завоевание против Австрии. Мы успеем до Аншлюза Австрию взять под свой контроль. О, советы нас сами зовут. Ну давайте. Теперь мы в Кэминтерне. Этот фокус у нас пропускается. И можем прямо сейчас идти в румынские вопросы, в польскую проблему. Но я хочу сначала разобраться с Австрией. Вот эти вот фокусы заодно сделать, а потом уже там повоюем. Я бы еще сразу же сделал оправдание на Венгрию, но плюс 50% достаточно много. Притом политки требуются немало, поэтому сначала Австрию, а потом оправдаем уже и на Венгрию. Заодно за это время как раз подкопим рекрутов. Нам здесь их дадут немножко и здесь 3%. А то после гражданки рекрутов стало намного меньше. Это, кстати, свой своеобразный минус, но зато гражданка нам позволила ускорить будущие захваты. А, отлично. Оправдание готово. Сразу же нападаем и нам немножко надо подкопить на Венгрию, да, 46. Ну что ж. Хорошо, подкопим. Сразу же, смотрите, как уверенно идем вперед. Советов я не призываю, потому что это лишняя напряга будет. Да и зачем нам это, мы и так справимся. Как ты видишь, сразу же прорываемся и забираем Вену. Двигаемся вперед в Грац. Шаблончик у нас пехоты стандартный. 9 пехоты, которые были сюда ПВО. Арту добавил по производству. Можете посмотреть, как у меня сейчас все настроено. Единственное, конечно, минус то, что здесь именно сама-сама автоматическая атака идет. Ну и что, мы сейчас немножко это подшлифуем. И смотри, какая красота. Здесь сейчас вот эту армию окружим. Еще одну вынужденную атаку нашей армии дадим. Китайцы начинают сражаться. Ну а мы с вами добираемся уже до Зальцбурга. И как бы все. Если я не ошибаюсь, то мы сейчас линз только как заберем. Это будет победа. Здесь уничтожили полностью вражескую армию. 45 тысяч, как ты видишь, против пяти. Все, да, Австрия наша. Отлично. Забираем все территории, подтверждаем. Быстрый блицкрик с нашей стороны. Ну а немцы, а что немцы? Они получат просто национальными эти территории. Никаких претензий не будет. А мы уже под защитой советов. Так что будем жить. Давайте 45 политки есть. Начинаем. Пока 25% мировой напряги нет. Так что никаких гарантий не должно быть. Притом это еще и нейтрала. А мы коммунисты. Поэтому союзники, скорее всего, пропустят мимо себя это дело. Так, Япония пошла на Китай. Напряга сразу же подлетела. Ну и посмотрим. Да, гарантии прилетели. Ооо, хо-хо-хо. И британцы, с которыми у нас хорошие отношения. И французы. Ну конечно же. Конечно же. А вы что хотели? Гарантии, гарантии. Оправдание я пока оставлю. А мы с вами пойдем в румынский вопрос. Советами будем решать румынскую проблему. Грустно, что венгрию, конечно, не отдают. Но что поделать. Румынский вопрос выполнен. И мы завоевание против Румынии получаем. Самое прикольное, что правильно. Что здесь также гарантия от Франции висит. И стоит нам напасть сюда, то все, да. Печалечка будет. Но выбора нет. Превосходно. А нам вон с двух провинций, конечно, атаковать вообще не резон. Но с другой стороны, нам нужна только Трансильвания на будущее. Трансильвания, западный банат как раз. Вот эти вот территории. Советы, как ты видишь, сразу же напали. Молодцы. Сражаются и против Франции, и против Румынии. Румыния в атаку. Ооо. Но мы с вами тоже непростые. Мы армию готовим. Они же цель видят против нас. Поэтому тоже готовятся вперед. С французами посражаемся в атаку. Франция, естественно, заступает. Сразу же пробиваемся, я надеюсь. Наших просто банально больше. Ну и советы. Мы с тобой вместе. Все правильно. Не переживай. Отлично. Плазарм готов. Сразу же вперед. 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 Просто продолжим здесь давить. Не дадим им шансов. Нас задержать. Взяли как раз узел. Ну и все. Еще один узел сейчас под нашим контролем будет. И это победа. Румынию мы прорвем. Единственная проблема в том, что Франция в скором времени вступится в союзники. Можно было бы в идеале ее допилить до этого момента. Но нам уже с этим не повезет. Ничего не поделаешь. Поэтому ладно, как есть. Хотя бы так. Румынию сейчас одолеем. Вклад на нашей стороне. Так что сможем забрать все то, что нам нужно. Советская армия, смотри, тоже начинает рваться. И это немного грустно, потому что у ней пустые бровки. И они благодаря этому хороший вклад делают. Но ничего. Нам должно хватить того, что надо нам. Притом мы сейчас тут котлами тоже немного очков получим. А остальные земли пусть советы забирают. Мне не жалко. Все, бои из Бухареста. Я так понимаю, сейчас должна быть победа, как только мы его возьмем. Ну-ка. Да, 12.20. И отлично, у нас еще есть с вами 14 дней, чтобы перестроить сейчас на Венгрию. Все, земли, которые нам нужны, под нашим контролем. Остальные под советскими. К Австро-Венгрии мы все ближе и ближе. Ну и теперь давайте уничтожим Венгрию. Все, нападаем. Венгрия тоже будет нашей. Еще есть польская проблема, но я пока повременю с ней. Немножко укрепа в себя возьму. Рекрут это есть, а вот пехотка уже слегка так страдает. Бедная Венгрия не может все границы никак удержать. А мы просто спокойно залетаем. Посмотрите на эту красоту. Она уже вынуждена оборону прожала. Полностью уничтожает свои дивизии. А мы все, забираем печь. Забираем сейчас Будапешт и Венгрия наша. Ура. Для Австро-Венгрии остается еще Западный Бонат, Босния, Герцеговиня, Словения. Короче, нам так-то нужна Югославия. Поэтому вперед, Югославия, я хочу еще и тебя. А вот и оно, оправдание от немцев на нас залетело. Ну, идеально. У нас почти готовы укрепы второго уровня на границе с Австрией. Можно отступить вот сюда. Вот, конечно, по двумпровкам стать. Но мы будем стоять до конца и обороняться. Постараюсь все-таки не отступить с этих территорий и сохранить Австрию полностью под своим контролем. Плюсом к этому армии у меня сейчас будет еще 10 дивизий. То есть 48 дивизий таким шаблоном будет. Сейчас еще к ним со временем подойдет саперка. Надо было бы пораньше. Укрепы у нас также сейчас в судетах здесь будут. Но потом еще укрепы расширим. И нормально. Будем держаться. Еще если и советы приведут армию, то вообще будет красота. Думаю, немцев мы остановим. А вот и немцы требуют судетов. Давайте еще саперочку, кстати, сюда закинем. Это немножко, конечно, скажется на обученности наших дивизий. Но ничего, здесь советы вместе с нами. Поэтому не проблема. Во, все. Судеты завершились. Еще один уровень. Теперь пятый уровень судетов. Ну, попробуйте теперь что-нибудь хоть сделайте против нас. Давайте, раз они хотят войны, то пусть ее получат. Ждем их в гости. А сами продолжаем. Давайте немножко фабрик. Это нам не повредит. Ну и по доктрине у нас есть возможность взять позиционку. Да, чтобы еще больше укрепов. Я вообще сомневаюсь, что... А, ну ладно, я зря сомневался, что немцы нападут. Не, они не так просты, как кажутся. Они реально напали. Атаковать у нас, конечно, силенок нет. Но им, знаете ли, нас атаковать тоже сил нет. Да? Призываем советов. Ну и все. Вы посмотрите просто на это. Ну, удачи вам немцы. Удачи. Давайте, давайте, давайте. Пытайтесь. Советы нам еще и 8 дивизий отдают. Не знаю, правда, зачем они мне нужны, но пусть будут. Нам теперь надо просто чуть побольше сил подкопить ресурсов и можем потом идти в атаку, выбивать отсюда немцев. Они, конечно, ребятки непростые, но и мы тоже, знаете ли, способны, способны показать свои зубки. Давайте, вынужден атаку сюда. С разных направлений, как ты видишь, давим. Хочу здесь немножко проатаковать. Фронт как раз расширить. Давай-ка. О, отлично. Гливецы забрали. Тоже прорываемся. Ох, прекрасно-то как. Только что одну территорию немцев забрали. Что-то как-то это, немецкое наступление не находите, да? Не очень-то удается. Наверное, они надеялись не на это, но вот видите, что получили. Здесь тоже в атаку идем. И смотри, сразу же вот сюда вот здесь держим вот так вот. Успеем? Да, успели. Отлично. Две дивизии сюда, сюда. Ну и смотри, сейчас какая красота будет. Да, все. Есть котел из пяти немецких дивизий. Прямо со старта. Вот просто. А это учитывайте, что у меня еще небо страдает. Советы, конечно, пытаются защищать. Но, сами понимаете, какая тут защита, когда тут и Ось, так еще и союзники сильно страдаем. Но два региона уже наши. Немцы просто потеряли залежи стали, свои ресурсы. И они зачем-то меня атакуют. Ну, удачи вам в этом деле. Советы убирает Лендлис, а мы продолжаем атаковать дальше. Он, кстати, и тут нас немного пытался атаковать. Но шансов у тебя на это никаких нет. У Ось, если что, ну, дивизии достатки. Сто дивизий примерно. Так что нам надо как можно быстрее действовать. И, кстати, на Югославе оправдание идет. Придется отменить пока что. Связано это с тем, что если я открою здесь фронт, то тут и союзники придут и начнут высаживаться. Нам сейчас немножко не до этого. Сначала победим немцев. Которые, я так вижу, сами, да, помогают нам победу одержать. Да, они просто начали вообще полномасштабную атаку на всей линии фронта. Ну, ну, ладно. Я так-то и не против. Они еще и на пробитие укрепа в себе все взяли. Вообще красавцы. Давай вот так вот сдерживать. Здесь тоже вперед залетаем. Самое прикольное, что, видите, французы помогают немцам. Да, 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 да. А так вот истинное лицо демократа-то показали свое? Показали. Нам придется с этим лишь смириться. Ничего мы не можем поделать с их вступлением, с их поддержкой. Единственное, что я могу сделать, это на контратаках ловить дальше, дальше и дальше. Благо с этим особых проблем нет. Ну и за время конфликта, да, мы потеряли 40 тысяч в битве с немцами, а нанесли им 260. Воу, 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 французы высаживающиеся в Ленинград. А вот это юмор. Совет, а у вас есть армия, чтобы их остановить? Ну да, да, к счастью остановили, но это, конечно, вообще красота. Немцы пошли на люкс. А Люксембург куда вступит? В комментарии? О, Италия, Касси. Мммм. Кажется, наш тыл сейчас начнет страдать. Да, Люксембург в комментарии. Италия, к счастью, пока в конфликт не вступается. Или сейчас надо новую армию, чтобы укрепить вот эту границу, чтобы итальянцы, если что, знали свое место. А высадки в Советово, это, конечно, классно. Они их уверенно давят, но мне не нравится то, что Советы сейчас берут захватить Ленинград. Да, 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 да. Они, ну как Ленинград, регион Ленинграда. Они даже армию не выставили на границу. Вот это меня, конечно, печалит. Ну а тут, да, периодически атаки. В основном, кстати, французы меня атакуют. Ну, вы видите это, да? То есть, именно им не имется меня дальше атаковать. И Советы, да, уводят армию. А почему? А потому что они с Ленинградом сражаться собираются. Да, с финнами. Поэтому до свидания, Советская армия, которой, между прочим, 186 дивизий. Но где они даже 190? Я не понимаю. 20, ну 50 от силы здесь, а остальные тут зачем-то. Вот, вот, вот это вот, что за логика? Столько армии выставить на оборону портов, где враг вообще не пройдет. Здесь, ладно, еще пусть Советы боятся японцев. Но кого они боятся тут? Это вопрос. Даже Ленинград так не обороняют, как Ростов. Логика Ишки, конечно, странная у Советов. Все, Советы напали на Афинов. Афины куда? Правильно, в союзнике. Ну, Советы, я надеюсь, вы хоть справитесь. Здесь вообще свободно. Ну да, конечно, если вот так вот по единичкам заходить вовнутрь, то будет не очень гладко. Ну ладно, поверим в лучший исход, что Советы все-таки справятся там. Пока мы продолжаем оборону против немцев. Которые, кстати, походу немножко поругались с французами. Те убрали отсюда армию. А это значит что? Пошли в атаку. Во, прекрасно. Да, я понял, где французы. Они просто в Финляндии сейчас будут Советов уничтожать. Жесть. Посмотрите просто на эту оборону. Не, ну, теперь я понимаю. Еще и высадка в десятку. Советы, держитесь. Я постараюсь как-нибудь одержать победу против немцев сам. Надеюсь. О, а вот это интересно. Польша отвергла ультиматум немцев. И Польша? Куда ты вступишься в союзники все-таки? Если, конечно, в союзники, это будет полнейший бред, потому что... Границы познают боль. И нам придется как-то еще и Польшу оборонять. Но я понадеюсь, что немцы пока на это не пойдут. Эм, что, танки немецкие пошли нас атаковать? Не, ну вы, конечно, красавцы, я не спорю, но... Зачем вам это надо было? Что вы сделали в итоге? О, они, кстати, меня скорее всего пробьют. О, беспорядки. Еще ура! Ну, стапки-то кому-то не хватает. И мы из-за этого сейчас страдаем. Ладно, немножко закрыли немцев в Нижней Селезе. Видимо, из-за того, что я армию перестраивал на оборону с Польшей, на всякий случай выставил, немцы здесь решили пройтись вперед. Но что-то как-то это не зашло, да, немцы? Не зашло чуть-чуть. Ну, а советы, между прочим, нормально так тащат. Ну, считайте, им только один на один драться с финнами. И с союзниками, которые сюда пришли, уверенно идут. Я в них и не сомневался. И все, уже ручками начинаем дальше атаковать. Как ты видишь, здесь вообще проблем нет. Дрезден буквально свободный. Давай еще одну атаку. Заберем его и получим, что? Правильно, узел снабжения. Вроде бы и нет поездов, но даже без поездов снабжение все равно приходит, поэтому можете не переживать на этот счет. Поддержим здесь армию и сейчас Дрезден станет нашим. Все они герои. Польша в союзнике, а вот это уже печально. Но тут ничего не попишешь. Самое грустное это будет советом, ну а мы как-нибудь справимся. Я молчу про советов, они освободили Новгород. Все, Ленинград сейчас заберут, просто потому что они не хотят обороняться. Правда, здесь проблема, наверное, в другом, потому что вступается Польша и... Хе-хе-хе-хе. Да. Это просто... Жесть. Только этого нам и не хватало. Кажется, надежда покинула этот мир. Потому что... Хе-хе. Немцы-то не воюют с Польшей. Они выше этого, видимо, и умнее. А мы вот воюем, и нам от этого больно. Советы начали и тут проигрывать, и их тут выдавливают, потому что союзники там повоевали, теперь всю армию сюда, и... Просто ужас. Прорывают прям только в путь. У меня были бы призывники, если бы несколько раз не вылазила, точнее, два раза, беспорядки, уже бы была бы обязательная служба. Потому что ресурсы-то на армию есть. А вот рекордов на армию нема. Просто, знаете, почти круговая оборона. Хе-хе. Там, где могу, там обороняюсь, а где не могу, ну там не обороняюсь. Самое приятное здесь, да, как они выбивают меня с немецких же территорий и продолжают на немецких же территориях дальше держаться и даже не отступают. Держимся из последних сил, ноль рекордов, ничего нет, но мы верим в успех. Конец мая, 41-го. Советы, кстати, неплохо, все-таки задержали наступление. Мы тут тоже вместе с советами остановили. Самое приятное, я, наконец-таки, 5-процентный призыв взял. Подавление сопротивления врубил, ну и все. Тяжелый-то этап преодолен, да, нас немножко сдвинули, но... Силы-то еще есть, шансы еще есть. И надежда на то, что ось каким-то образом скользнет все-таки союзниками, они как бы против Эфиопии-то сражаются. И Эфиопия в союзниках, но они пока не торопятся объединяться. Ну а здесь советы, к счастью, задержали Ленинград, и он не пал, и это хорошая новость. Просто зацените, миллион сто потерь у нас, два с половиной у противника. Кстати, вклад 55% до сих пор на нашей стороне. И по дивизиям, если что, мы примерно один к одному, но... Это нас не спасает. Шиза продолжает идти и дальше. А немцы все, никак не склеснутся с Польшей. А почему? А потому что Данцикли война у них есть, и Польша-то отказалась. Но немцы-то на Польшу в свое время не напали. В обход Мажину они тоже могут пойти, но пока не торопятся. О, Италия напала на Грецию. А у Греции союз... О, наконец-то! Ну все, август 40-го. Муссолини хотя бы это сделал. Все. Теперь Италия сражается против союзников. Да-да-да, немец. Ну что, будешь против союзников вступать или как? О, итальянец, смотри, просто разрывают Францию, потому что Франция это все армия увела. Красота, красота! Муссолини смог. Вау. Он и Корсику забрал. Он сейчас и в Марсель зайдет. Да, Франция, ты бы лучше это... Как бы... Ну серьезно. Просто чисто территория, обороняющаяся Францией. То есть, тоже чисто Франция. Чисто британцы. Немцы вообще не держат армию на границах со мной особо-то. Зато французы, пожалуйста, поплатитесь за это. Я вот буду рад, когда вас капитулирует Италия. Я буду прям просто смеяться над этим. И итальянцы ведь это реально делают. Муссолини, ты красавец. Реально, пусть он наш противник в будущем, но сейчас он просто творит красоту. Самое прикольное, что я могу попросить право на проход. Нет, только не Питер. Эх. Право на проход могу попросить и помочь добить Париж. И знаете, шутки шутками, но он это делает. Он сейчас забирает Марсель. Мы жену окружил. И ему сейчас... О, Болгария, восьм. Мм, прекрасно. Только этого нам не хватало. Ну, нет. И сейчас, короче, он забирает Париж, я надеюсь. И побеждает. А мы после этого сможем атаковать нормально наконец-таки немцев. Троцкий переживает покушение. Ну и давай, Италия, тебе пару шажочков. О да, третьими тяжеларми. Ммм, вкусно. Атака минус 25, восстановление минус. Но ничего, я готовлю еще одну армию. И я хочу сейчас сделать вот так вот, попросить право на проход войск и пойти добить жалких французов. Они мне уже надоели. Пусть Италия забирает эти территории, я согласен. О, так тут почти ничего нет. Ну, вперед тогда. Самое оно. Прорывайтесь. Давайте, давайте. Уничтожьте жалких французиков. Париж должен быть захвачен. Любой ценой. И эта цена, я думаю, будет не такая уж и высокая. Все. Падение Парижа франция капитулирует. Хе-хе-хе. До свидания. Сразу же считай, сколько дивизий минус. Нашим же проще. Ну и теперь мои вот эти вот 15 дивизий, свободные, отправятся на финнов. Я хочу вот здесь вот проехаться и помочь советам с Финляндией. Помог с высадкой. Забираю сейчас Питер. Здесь все хорошо. Ну и продолжим дальше финнов додавливать. Все. Ленинград теперь в правильных руках. А то финны тут с союзниками немножечко оборзели. Но я пришел навести порядок с новым шаблоном. Который мало чем отличается от прошлого. За исключением разве того, что здесь есть танк и броня в 54 единицы, которая позволяет наконец-таки жить. Против того спама дивизии, который устраивает два великих альянс против бедненьких нас. Все. Продвигаемся и уничтожаем. Если что, я еще готовлю армию. Так что фу-фу-фу-фу. Кому-то скоро будет очень больно, да, Финляндия? А потом еще и немцы. Ну а советы пока держатся. Это их основная цель. Держитесь. Я скоро вам всю Финляндию подарю. О, а тут, кстати, интересно вырисовывается. Большая высадка готовится. Надо бы аккуратнее все подсобирать. Уничтожаем сейчас эти армии. В том числе жалких британцев, которые здесь выстку планировали. Не оставим им никаких шансов. Не дадим отплыть. Они, конечно, хороши. Держатся, не спорю. Но в котлах уничтожаем. Десяточку эту надо уничтожить. Уже девять дивизий. Ну все, они тают. Правда и наши дивизии тоже решили потаять. А вот это уже не очень классно. Жертва, надеюсь, того стоила. Главное, что мы сейчас и на севере прорвались. Заберем победную территорию. Здесь мы тоже почти уничтожили армию. Я думаю, нам победных территорий сейчас хватит, чтобы Финляндию полностью капитулировать. Да? Отлично. Все. Советы теперь. В безопасности. Поздравим их с этим делом. Пусть теперь обороняют сами эти территории. Сколько здесь мин. Посмотрите, просто ужас. Ну а мы возвращаем нашу армию на фронт. Будем сейчас что-нибудь делать с немцами, потому что... А может быть и с Польши, кто его знает. Вот здесь вот, кстати, прорваться бы и разделить их было бы тоже интересным делом. Возвращаем Минск. Ура. Советы, я думаю, очень рады. Нашей поддержке. Здесь уже вильны идем. Ну и все, посмотрите на этот прорыв. Ух, 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 ух. Союзнички явно этого не ждали. Кстати, если что, то... А Литва тоже советской стала. Просто вот так неожиданно. Ее забрали, ровно как и Латвию, которую он сейчас тоже к себе присоединил. Ее также заберут. Советы, ты бы хоть оборонялся. Советы как-то даже не обороняют свои новые территории. Все на нас оставили. Ну ладно, я-то не против. Я даже вон котел тебе сделаю. Попридержи-ка. О, прекрасно. Смотри, какая красота. Еще и котел организовали. А там японцы на Филиппины. И сейчас штаты вступаются. Только их нам не хватало в этой великой битве. Но самое прикольное, да. Немцы до сих пор не сражаются с союзниками. В то время как Италия в одиночку вместе со всей Францией тащит. А Нидерланды, между прочим, теперь в Сардинии. Немцы очень хорошо тут растянулись. А я сейчас хочу до Кёнисберга добраться. Сделать небольшой своеобразный котел. При этом я еще и Польшу продолжаю нервировать. Ну и советам теперь попроще атаковать. Считаю, у них армии с Финляндии освободились. Да и я тут хорошо с позиции насиженных сбиваю противника. А им уже просто остается заходить в свободные территории. Все. Здесь, вот считай, армия закрыта. Он, конечно, может еще выпласть. Но, по крайней мере, север уничтожен. Смотри, сколько дивизий здесь позакрывали. Немцы, если что, потеряли в битве. С нами уже 2,5 миллиона чисто от нас. Жесть. Мы, конечно, 200, но 1 к 10 потеря. Вот это я понимаю. Вот это мощь. Так, вот эту армию надо пока остановить. Здесь немножко тяжеловато атаковать дальше. Я лучше пока возьмусь и сделаю вот так вот, чтобы прорваться в лодь, в Плоцк и в Краков. Вперед. А там в Кёнисберге пускай постоят, пообороняются. Ну и здесь, конечно, тоже интересная ситуация. Сейчас выкинем их под вынужденными атаками. И это просто делается без всяких проблем. Ну и тут тоже, смотрите. Да-да-да-да-да-да-да. Мой прорыв уже не остановим. Сейчас Краков заберем. Немцы, кстати, на Бенелюкс наконец-таки давят. Ну да, самое время немцы. Самое время. Ну что, нападете все-таки? На Бельгию-то с Нидерландами. Вот прям сейчас, когда шансов уже особых нет. Бразилия на всех нас. Здравствуй, новый противник. Ну и да, немцы напали все-таки на Бельгию. О-о-о, время пришло. Кстати, вот это вот все, вот это вот все, это котел. Ну все, красота. Я этого дождался. Вперед. Все, мы теперь и немцы. Смотри, как давим без проблем. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Ну так и запишем. Ишка окончательно сломался. Ноябрь 41-го. Мы вытерпели этот момент. Мы пересилили все это дело и все. Сейчас без проблем доберем это до конца. Ну и тут, кстати, тоже бы атаковать было бы неплохим делом. Вперед. Нам надо бы все это добро закрыть окончательно. С помощью наших танков. О-о-о, какой здесь котел сделали. Здесь уже Данцик забрали. К Дыню заберем. К Берлину уже прорываемся. Мастера снабжения давайте берем. Ну и это победа. Было сложно, да. Но все, все, все. Теперь нас не остановить. Сейчас еще наши танчики здесь, надеюсь, с Дыней и со всеми территориями разберутся. И тоже освободятся. Все, Польша минус. Е. И вы посмотрите просто на эти единички, которые остались. Они уже ничего не смогут. Ну и единственное, что меня радует, это вот армия вот здесь вот, которая вместе, между прочим, с советскими дивизиями даже в атаку пошла. Прекрасно. Мексика тоже в союзнике. Ну и все, немцы. Вы посмотрите просто на этих бедненьких немцев. Стоило французам оттуда уйти, и все. Ничего не осталось, никаких шансов. Давайте теперь сюда нашу танковую армию тоже. Между прочим, я могу себе позволить сделать еще и вот так вот. Как раз достаточно и для них танков, и все. Ой, с такими темпами сейчас будет уничтожено. 60% вклада, между прочим, на нашей стране. Огромнейшее количество котлов. Мы же новон прорываем, что очень странно, но мы это делаем. И все, минус немцы. Как бы теперь единый фронт, где нам надо и союзников выдавить, и итальянцев. Вперед. А 24 дивизии, которые были свободны сюда. И тоже вперед. Италию давить-то кому-то надо? Надо. И этими кем-то будете вы. Сразу же можем себе выставить побольше производства. Мы себе это уже можем позволить. И закупиться немножко ресурсами. Все. Камбэк Коминтерна, между прочим. Реально, ось сломали. Союзников тоже выпилили. А ведь было как тяжело, да? Думали, что все уже, наверное, не оправимся. А нет. Мы оправились. И мы уверенно идем к победе. Люксембург, вот видишь, выбрал правильный путь. Он с нами остался. И его никто не трогает. Он, наоборот, теперь освобожден. Прорыв их в этих делаем. Еще очередные котлы. Посмотрите, сколько бельгийских дивизий. Сколько здесь итальянских, французских и всех остальных. Ох. 700 тысяч потерь. Да. Много. Но. Миллион. Британцам. Полностью уничтожили Бельгию. Нидерланды. Франции нанесли 400 тысяч потерь. Не, ну оно того явно стоило. Все. Кстати, высадка в Восточную Германию планируется. Это неприятно, но терпимо. Италию мы тоже, как ты видишь, уничтожаем. Муссолини смещают с должности. Ну, если я не ошибаюсь, то Италия должна перейти все-таки под наше управление. И тем самым итальянский вассал будет нашим. Посмотрите. Февраль 42-го. Маленькая, слабая Чехословакия и Советский Союз вместе одолели два великих альянса. Ура! Итальянская гражданка и Италия. Наш вассал. Ну все. Ну красота же. Вперед единую линию фронта и добивать. Все. Смотрите на эти котлы, на наши прорывы. Итальянская армия складывается. Ничего уже не может. И здесь тоже котел. Ох, ну все. Да здравствует великая победа. Ось унижена и разгромлена. От высадок я защищен, так что можно за это не переживать. И по поводу высадок в Британию, будь флот, можно. Не так уж и много там надо преимущество взять. Но, как понимаете сами, нам пока это не светит. У нас тут и другого веселья хватает. Надо бы с итальянцами договориться. И они, кстати, ооо, они отдали нам эту территорию. Ну все. Красота. А вот дальше, конечно, пробиться будет тяжеловато. Может быть сможем, хотя тяжеловато. Не, не. Здесь он нас задержит на время. Предлагаю убрать вот эти вот 24 дивизии, чтобы сильно не мешались. И вообще отвезти их на границу с Югославией, которая нам, между прочим, нужна. Оправдать здесь цель и завоевать ее. О, наконец-таки Италия капитулировала. Все. Высадка, между прочим, Новой Зеландия помогла нам разобраться с ними. И как бы теперь только Болгария осталась. Ладно, сейчас придем и подсобим. Но вот правда... Эх. Ладно, делаем вот так вот тогда. И сюда плывем. Нам просто очень важно успеть в Палермо сейчас бы. Да, все. Красота. Просто если они займут эту территорию, то они потом здесь будут так мешаться. Так не хочется с этим страдать. Поэтому заберем сами. Спасем еще советские танки, которые здесь что-то как-то это... Неожиданно залетели. И все. Ну а тут надо помочь добить. Я тебя понял. Давай вот так вот на Болгарию. И вперед. Полный мир. Как ты видишь, тысяча с лишним очков у нас. Всего-то 20-14% у советов и союзников. Ну давайте делать красоту. И полюбуйтесь новым дивным миром. Е. Чехословацкая Германия. А здесь... Да. Советы решили советскую оккупационную зону сделать. Я не знаю, почему они не забрали это под себя. Было бы более красиво. Здесь у нас Чехословацкая Италия. Я забрал эти территории. В будущем они мне пригодятся. Поэтому они подо мной. Ну и забрал еще все Албанию и Ливию. Но вы как понимаете, нам еще бы дотуда. Добраться. Сейчас главная цель, которая нам осталась, это попилить Югославию. И как вы понимаете, после этого сможем наконец-таки сделать Австро-Венгрию. Да чтоб тебе одно место. Посмотрите на эту красоту. Все. Забаговались дивизия. Окончательно. Все. Видите, время идет. А дивизии не двигаются. Как я люблю эти баги. Ну спасибо. Что еще могу сказать спасибо? Надеюсь, когда-нибудь их подправят. Но я уже в какой раз их ловлю. И да, из-за этого мы немного страдаем. Мне как раз армия нужна, чтобы сейчас идти и бить Югославию. А эта армия сейчас немного занята. Ну ладно, армию я все равно отыскал. Поэтому погнали. Просто переправил с тех, которые на обороне стояли. Это, конечно, мне сейчас боком пойдет. Потому что... Да, потому что мне не тире не везде хватает дивизии для обороны. Ну что поделать. Пусть Италия слегка пострадает. Пока мы тут с вами пытаемся пробраться в самую важную территорию. Которая нам еще осталась. Нам нужно попилить Югославию. Вперед, мои солдаты. Одержите здесь победу. Что, кстати, делается очень легко. Союзники как бы, ну, они тут. Но они не очень готовы к этой великой битве. И эпопея. Поэтому все нормально. Американцев вон даже выдавливаем. Которые уже каким-то образом здесь оказались. Но ничего, американцы, не переживайте. Еще прибывают. Мы вас тоже здесь примем. И самое приятное. Ну-ка, ну-ка, подожди. Босния и Герцеговини остались под контроль. Мы как раз уже близки к этим землям. Югославия, все. До свидания. Ну и... Бамс! Лига автономных республик. Да, здравствует. А самое приятное. Подождите сейчас. Четыре с лишним миллиона рекрутов. Хотели, хотели. А вот получили. Ура! Мы сделали это дело. И наконец-таки смогли восстановить Австро-Венгрию. Ну и привести Коминтерн к победе. Чехословацкая Германия разрешает болгарскую оккупацию. Ну, так нормально. Меня не спросили. А ну да ладно, я не против. Пусть будет так. Все. Мы одержали победу. В Европе мы полностью победили, мы выстояли в тяжелой битве, в круговой, по сути, обороне, и к 42-му году, ну уже к осени 42-го года, мы сделали Австро-Венгри. Теперь у нас очень много рекрутов, хорошая промышленность, достаточно мощные вассалы в лице и Италии, и немцев, которые нам позволят и рекрутов заиметь, да и промку тоже под себя, стоит их только немного прибрать к себе, лол, а они неплохие. Ну и конечно же советы, которые сейчас будут спокойненько раскачиваться, становиться каждым годом все сильнее и сильнее, это они со старта слабы, а сейчас уже непобедимая махина. В итоге победа Коминтерна в Европе, но самое важное это созданная Австро-Венгрия из коммунистической Чехословакии, я это сделал. Надеюсь ролик вам понравился, это та самая ванилька, которую многие ждут, так еще и с Айронменом, со всеми работающими ачивочками, все по максимуму, чтобы было весело. Надолго с вами не прощаюсь, жду кстати ваших интересных предложений по странам и их путям в ванильные хойки, а может быть и в мадах, ну и конечно же заглядывайте на стримы, которые бывают почти каждый вечер. Может быть они и не по хойке, но разнообразие тоже нужно. Субтитры подогнал «Симон»